Виртуальная площадка 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 Виртуальной площадке как правило, предполагает более высокую вероятность побочных эффектов. Может быть, стоит в ряде случаев в первую очередь ставить задачу не непосредственный эффект, объективный эффект, а всё-таки влияние именно на общую выживательность при условии сохранения качества жизни. Потому что этот аспект во многом находится за пределами внимания практикующего онколога. Пациенты, получая лекарственный препарат, уходят и продолжают это лечение у себя дома. И, как правило, мы не видим достаточно много проявлений побочных, а в них потом нам только рассказывают. А уж какой мере они влияют на качество жизни, часто остаётся только догадываться. И именно эти параметры, как правило, в первую очередь исходят из клинических исследований третьей фазы. А другие обстоятельства? А выжженность цирроза? А скорость декомпенсации цирроза? А то, где пациент живёт? Какие у него возможности? Какие возможности лечения в конкретном регионе? Находимся ли мы с вами в Армении, в России, в Якутске или на Крайнем Севере? Всегда эти факторы надо учитывать. Следующий момент – повседневная клиническая практика. При всём при том, что мне очень нравится тезис, что любой личный опыт – это, как правило, совокупность личных заблуждений, но без этих заблуждений, без этих ошибок не будет построено правильное восприятие доктором в той ситуации, с которой он столкнулся. Это та самая повседневная клиническая практика. Пациент пришёл, и он никогда нигде не наблюдался. Мы видим простые признаки некомпенсированного цирроза. Но если он его не лечил никогда, стоит ли сразу зачёркивать для него возможность любого лекарственного лечения? Или всё-таки попытаться с помощью коллег-гастроэнтерологов, гипотологов привести функцию печени в приемлемое с точки зрения онколога состояние для проведения системной терапии? И ещё очень важный момент – решение пациента. Потому что мне представляется обязательно необходимость обсуждения с пациентом. Конечно, не всякий раз это бывает возможно. Но там, где это возможно, там, где мы имеем дело с пациентом, который понимает, что с ним произошло, есть заинтересованные родственники, здесь обязательно надо обсуждать возможные варианты развития событий. Иначе потом, когда будет ситуация развиваться не лучшим образом, а, увы, мы всё-таки говорим о методах лечения сейчас, которые лишь продлевают жизнь, и рано или поздно столкнувшись с осложнениями лечения или с осложнениями фоновой патологии, нам с вами придётся потратить гораздо больше времени для того, чтобы найти понимание, как вместе с пациентом действовать дальше. Я очень коротко остановлюсь о факторах прогноза общей выживаемости больных гепсулярной карциномии. Это вот данные из моего исследования в рамках докторской работы. Я здесь многофакторный анализ, 380 случаев наблюдения. Ну, первое, что я хотел бы обратить внимание. Первое. Прогностический фактор. Уровень альфа-фетропротеина. Увы, чем он выше, тем хуже прогноз. Второй момент. Категория АУБИ. Мы об этом ещё не говорили. Я чуть позже остановлюсь немного подробнее. Но по большому счёту это очень хороший заменитель, объективный заменитель такого во многом субъективного параметра, как класс цирроза Child Q, который был вообще-то придуман для оценки хирургических рисков больных с алкогольным циррозом печени более 50 лет назад. Здесь АУБИ – это албумин и билирубин. И по числовому значению двух показателей высчитывается определённый параметр. И объективное состояние пациента. Потому что, когда пациент входит ко мне в кабинет, я первое, что я смотрю, как он входит, насколько у него есть сила. Потому что там, где пациент, увы, с трудом приходит на консультацию к нам в онкологический научный центр, вероятность того, что мы сможем найти для него эффективное противообховое лечение, на мой взгляд, увы, уже невысока. И я постараюсь рассмотреть как раз эти три параметра на примере сравнительного рандомизированного исследования третьей фазы, которое изучало эффективность ленватиниба и сарафиниба в первой линии больных неоперабельным герцулярным кроссином. Оно было опубликовано уже два года назад, но тем не менее не стало, никоим образом не стало менее актуальным. Но первый вывод из этого исследования. Ленватиниб не хуже, чем сарафиниб, влияет, увеличивает выживаемость больных. Увы, уже невозможно представить себе клиническое исследование, где бы любая лечебная опция, новая, самая перспективная, сравнивалась без плацебо. Мне очень жаль в чем-то, что наши коллеги, создатели препарата, не пошли на определенный риск и не поставили более амбициозную задачу доказать превосходство ленватиниба над сарафинибом. Они доказали, что этот препарат не хуже влияет на общую выживаемость. Но, обратите внимание, препарат существенно увеличивает такой параметр эффективности, непосредственной эффективности, как медиану выживаемости без прогрессирования. А в этом исследовании она была вдвое больше в отношении рисков 0,66-34%, чем классическая терапия лены сарафинибом. Итак, посмотрим, что повлияло на тот исход, который мы видим на этих грамках. Первое, ключевой фактор – это функция печени. Это очень важный параметр. И здесь мне представляется вот это графическое изображение такого полотна. Это, увы, не черный квадрат Кандинского, а может быть и к счастью. Но, тем не менее, зеленый, желтый и красный – это очень неплохо отражает тот самый перевернутый светофор, который нам дает разрешение или, наоборот, запрещает проводить какие-то интенсивные манипуляции с состоянием пациента. Есть ли уровень альбумина? Вот здесь немножко прямая, которая отсекает. Хороший уровень альбумина и не очень хороший. Опущена на 2 единички, потому что норма у нас 35 грамм на децилитр, на литр. И вот этот важный момент. То есть, фактически, увы, у нас нет пациентов с АУБИ. Нет пациентов с нормальным… Если у пациента нет нормального уровня альбумина, если он ниже, чем нам бы того хотелось, он в основном находится в зоне желтого и красного. То есть, риск ухудшения функции печени. И второй параметр, увы, с которым практически ничего сделать-то, в общем-то, нельзя. Это уровень билирубина. Увы, показатель детоксикационной функции печени более чем устойчив. Если мы с вами можем в какой-то степени манипулировать, замещая дефицит белгово-синтетической функции, что отражает альбумин, уровень альбумина, замещением, переливанием раствора альбумина, то с билирубином, как правило, сделать ничего не удается. И вот, собственно говоря, как посчитать АУБИ, альбумин с билирубином. Это классическая номограмма. Онкологи все очень хорошо помнят, как делали, как мы считали, площадь поверхности тела. Здесь ровно та же самая история. Вот уровень альбумина, вот уровень билирубина. Соединяем две прямой, две точки на разных и получаем значение, к которому относится показатель функции печени. Или просто заходим в Google, набираем АУБИ-калькулятор и получаем нормальное значение показателя АУБИ, причем еще и с комментариями по категории риска с точки зрения ухудшения функции печени. Как это влияет? Давайте посмотрим на реальную практику. Я, в общем, тоже в своей работе обратил на это внимание. И вот посмотрите. Вот параметры кривой выживаемости больных из моей 380 пациентской группы, которые имели хорошую функцию печени. ЧЛП-А – пластический вариант. АУБИ – ЧЛП-БИ – не очень хороший вариант. И ЧЛП-С – вот такой вот вариант. Причем вот эта вот прямая – это пациент, которому была сделана трансплантация. А вот категория АУБИ. Я, в общем, тоже попробовал, применил, посчитал. И посмотрите, какая разительная разница в общей выживаемости, в медиане общей выживаемости для пациентов с той или иной категорией АУБИ. А1 – компенсированные функции, почти 32 месяца. А2 – в два раза меньше, чуть более года. А3 – это тот самый красный светофор, увы, менее пяти месяцев. И графически это выглядело тоже вот достаточно убедительно, различие более чем достоверно. Поэтому этот показатель, я просто предлагаю вам к нему немножко привыкнуть, ровно потому, что он постепенно входит в практику больших рандомизированных клинических исследований и не за горами то время, когда он будет сертифицирован как метод объективной оценки. Поскольку в оценке АУБИ не требуется таких субъективных параметров оценки, как энцефалопатия, ее в принципе не должно быть у пациента, который берется на противопоколевое лечение, не требуется статус коагуляции, потому что при нормальной белково-синтетической функции он, как правило, нормальный. И важный момент – асцит. Потому что в классификации ЧАОПЮ этот показатель зашит. Но а как его правильно оценивать, если мы назначаем эффективную диуретическую терапию? И это многие годы можно контролировать. То есть это во многом субъективный параметр. А если мы вспомним, опять же, ЧАОПЮ, когда была создана, тогда никакого УЗИ не было, и субклинические формы асцита тогда просто не определялись. Итак, а так, как же все-таки определяла исходная функция печени прогноз больных, получавших тот или иной вариант первой линии терапии? Если мы с вами посмотрим на внутреннюю структуру категории больных, включенных в исследование РЕФЛЕК, мы с вами увидим первый момент, очень важный момент, что оказалось, что в группе с ленотенибом было больше больных с субкомпенсированной функцией печени. 33 в сравнении с 28 для пациентов, получавших сарафини. Причем различия во ПУП ЧАОПЮ не было. Это лишний раз говорит о том, насколько важно и правильно использовать инструменты оценки функции печени. Вообще оценка функции печени очень непростая вещь. Особенно тогда, когда пациент вам только приходит и вы по показателям, которые он вам принес в анализе. А хорошо, если он еще вам принес несколько параметров, которые были сделаны полгода назад, год назад или еще больше. Потому что только так вы можете судить о динамике развития и ухудшения функции печени. Очень важный момент. Поэтому в группе ленотенибом, еще раз подчеркиваю, было меньше больных с компенсированной функцией печени и больше больных с субкомпенсированной в сравнении с группой сарафини. Давайте посмотрим на медиан общей выживаемости. Посмотрите. Очевидно совершенно, что для пациентов с компенсированной функцией печени АУБИ-1, первая степень тяжести, эффективность системной терапии выше, чем для пациентов, у которых функция печени субкомпенсированная. Различие бросается в глаза. Оно, в общем, видно не только для АУБИ, но и ЧАЛПИЛ, хотя оно менее выражено, на мой взгляд. И вот опять обратите внимание, даже при условии определенного дисбаланса в категории больных с субкомпенсированной функцией печени ленфонтинид численно, а в общем-то различие стремится к достоверности, превосходил эффективность сарафинина. Больные с компенсированной функцией печени доживали, каждый второй доживал практически до полутора лет. Это касается равной степени медиана выживаемости без прогрессива. Посмотрите, различия, опять же, для больных, у которых была компенсированная функция печени, на терапии ленфонтинидом было просто объективно, было достоверным в сравнении с сарафинином. Число объективных эффектов. Вот здесь приведены объективные эффекты, которые оценивались по критериям М-рецеста. Я напомню, это критерии, которые оценивают размер восклиризованного участка. Это применимо для гиперваскулярной опухоли, к которой относятся гепсулярный рак. И вот посмотрите, число объективных эффектов для больных с компенсированной функцией печени АУБИ-1 составило 45%. То есть там, где функции печени позволяют проводить эффективное, активное лечение, вероятность достижения объективного эффекта очень высока. Для пациентов, у которых была субкомпенсированная функция печени, увы, этот показатель не ступость. Итак, как влияла в целом функция печени на непосредственные и отдалённые результаты? Смотрите, число объективных эффектов. Вот здесь приведено 45% объективных эффектов по критериям М-рецис, в сравнении с 13,8% по критериям М-рецис для сарафинина. Отношение рисков здесь не приведено. Для медианной выживаемости до прогрессирования более чем вдвое различие отношений рисков 0,57. И практически подходящее к критерию достоверности различия, достоверности различия, различия 17,6 против 14,6 численно, очевидно, больше для больных, у которых была компенсированная функция печени. Именно это и привело к, скажем так, не доказать, именно это и помешало доказать очевидное преимущество леново-тиниба над сарафинибом. А что с функцией в печени в принципе? Как оно реально менялось? Насколько сарафиниб или леново-тиниб ухудшал функцию печени? То есть насколько высоко значимо влияние активного противоколевого лечения на течение цирроза? И вот здесь, пожалуй, ключевая важная точка отсчета. Это то ЧАЛПЮ-Эй или ЧАЛПЮ-Би, потому что ЧАЛПЮ-Эй 5 баллов и ЧАЛПЮ-Эй 6 баллов, потому что между этими, казалось бы, значениями 1 балл всего лишь. Но посмотрите, 1 балл для того, чтобы достичь ЧАЛПЮ-Би тогда, когда функция печени формально признается некомпенсированной и возможности дальнейшего лечения существенно ограничены. А если мы посмотрим на ЧАЛПЮ-Эй 5 баллов, как они себя видят? Посмотрите, вот эти две кривые выживаемости, красная это для ленвотениба, синяя для ленвотениба, вот он у нас первая степень тяжести для всей группы, и красная для сарафиниба. А вот у нас, да, вот так вот они переместились. Таким образом, мы можем говорить, что для группы больных, которые начинали лечение с компенсированной функцией печени, возможности в том числе получить и последующее лечение, вторую линию терапии, существенно выше, потому что у них функция печени, обратите внимание, медиана выживаемости до ухудшения функции печени для ЧАЛПЮ-Би даже была не достигнута как в общей группе больных, и как сарафиниб и ленвотениб, так и для больных, у которых была ЧАЛП-А1. Второй очень важный момент, о котором я уже говорил. Влияние уровня альфа-фетопротеина как фактора прогноза. Вот здесь ретроспективно был проведен анализ, последующий анализ с акцентом на уровень альфа-фетопротеина. Здесь использовался непривычный нам уровень отсечки 200-400 нанограмм на миллилитр, но 200 нанограмм на миллилитр. И вот здесь обратите внимание, что пациенты, которые получали ленвотениб в этой категории больных, то есть в этой категории больных более неблагоприятного прогноза. Их было существенно больше, чем пациентов, у которых был сарафиниб. И тем не менее, и при этих обстоятельствах общая выживаемость больных, и выживаемость без прогрессива, и общая выживаемость превышали таковые показатели для лечения сарафиниба. В последующем, с помощью применения статистических корреляций, исследователи постарались учесть возможные влияния этого фактора. То есть провели поправку для коррекции дисбаланса в исходных уровнях альфа-фетопротеина, чтобы посмотреть, какова различия в общей выживаемости между сравненными категориями. И посмотрите, оно составило 0,856. Может быть, не так много, но я напомню, у нас было различие 1,06. При этом номинальное значение говорит о достоверности полученного различия. То есть это достоверное различие. 13,65, достоверно больше, чем 12,3, полученное для терапии сарафинибом. А что с последующим противоопухолевым лечением? Тогда, когда это лечение начиналось, увы, не было регорефиниба. Хотя у меня есть пациенты из этого исследования, которые потом получали регорефиниб и другие варианты терапии, но это все было потом. Посмотрите, те пациенты, которые из группы сарафиниба получали, как правило, продолжали терапию сарафинибом, либо переходили на исследовательский препарат. Тогда как у пациентов, которые получали ленвотиниб, у них была возможность перейти на сарафиниб, и эта возможность была реализована в каждом четвертом случае. Что из этого вышло? Давайте посмотрим. Вот кривая выживаемости больных, которые начинали с ленвотиниба и общей выживаемости. Посмотрите, и продолжали последующее лечение, любое медикаментозное лечение. У них медиана выживаемости составила 20,8 месяцев. А вот пациенты, которые начинали с сарафинибом, у них медиана выживаемости составила 17 месяцев. Мы не можем говорить о достоверности различия в этих показателях, но тем не менее численное различие, очевидно, бросается в глаза. А вот кривая выживаемости больных, которые получали терапию ленвотинибом с эффектом и последующую медикаментозную терапию. Посмотрите, медиана выживаемости для них составила 25,7 месяцев. Это очень близко к тому показателю, который был получен в исследовании тоже ресурс, анализировавшим общую выживаемость больных, которые получили вторую линию терапии. Но нам, в общем-то, хорошо известно, что после прогрессирования на ленвотинибе или сарафинибе пациенты получали в том числе и другие варианты воздействия. Пациенты многие больны, то есть каждый четвертый больной в группе ленвотиниба и приблизительно столько же больных получали локальные методы, которые включали в себя химиэмболизации, ноэтериальную химиотерапию, аблацию и так далее и тому подобное. И вот здесь, кстати говоря, среди других процедур есть пациентка, которой была успешно сделана трансплантация печени. Моя пациентка. Причем обратите внимание, как выглядят кривые выживаемости для тех больных, которые показали, то есть которым было проведено в последующем то или иное локальное лечение, что в общем косвенно отражает возможность проведения лечения в принципе. И обратите внимание, медиана выживаемости в этой категории больных составила 23 месяца. Численно больше, чем то, что показатель, который был показан сарафиниб. Я хочу обратить ваше внимание на число объективных эффектов. Еще раз подчеркиваю, в этом исследовании проводилась оценка объективных эффектов по критериям М-рецист. В общем-то, это критерии оценки, которые рекомендуется европейским сообществом для всех случаев лечения гепатюлярной карциномы. И если вы обратите внимание, посмотрите число объективных ответов по оценке исследователей. Составив 24% в группе ленватениба и 9% в группе сарафиниба, однако если мы с вами посмотрим на результаты независимого анализа, там, где больные, то есть оценка эффекта была заслеплена, приводилась независимо от того, от мнения исследователей, оказалось, что отношение шансов в пользу ленватениба составило большую цифру, 5, вдвое, то есть более чем в 5 раз, по сути. Эффективность ленватениба выше, чем эффективность сарафиниба. Различие достоверно. Почему это важно? Потому что именно в этом исследовании впервые для гепатюлярного рака было показано, что общая выживаемость существенно зависит от объективного эффекта. Мы не говорим о токсичности, потому что она тоже внесла свой вклад, но самое важное, там, где пациенты получали эффект, у них медиана выживаемости приближается к 2 годам. И, очевидно, особенно понимая, что токсичность этой категории больных существенна, там, где есть эффект, нужно прилагать все усилия для того, чтобы сохранить пациента на активной терапии, привлекая к сопроводительной терапии наших коллег-гастроэнтерологов и гепатологов. Вот кривые выживаемости без прогрессирования. Мы их уже видели. Я, в общем, показываю еще раз для того, чтобы еще раз графически представить значимое различие выживаемости без прогрессирования, при том, что вот здесь, посмотрите, здесь вот еще к 12 месяцев, годам различие более чем достоверное. Дальше, конечно, оно теряется, потому что, увы, нет абсолютного препарата или иновотениб, при том, что он превзошел с сарафиниб с точки зрения числа объективных эффектов или выживаемости без прогрессирования, его эффект, увы, тоже конечный. Я предлагаю немного более подробно взглянуть на ту категорию больных, которую мы привыкли отдавать в первую очередь нашим коллегам-интервенционистам, потому что химиотерапия возникла в сарафинибом терапии, при том, что там число объективных эффектов, увы, невысоко, мы можем говорить только о попытке продления продолжительной выживаемости. Очень важный момент. Child QB предполагает 5-7 баллов. BCUSB Child QB – 5-9 баллов. Но лечебные опции возможны только там, где функция печени достаточно сохранна, как минимум не хуже 7 баллов. И вот в этой ситуации, вот для этой категории, общая выживаемость при химиоэмболизации, увы, не так высока. Я вам покажу дальше, почему я взял эти цифры. Вот в этой категории больных, где очевидно более сохранные функции печени, вероятнее всего, и распространённость опухолевого процесса, а значит и необходимость массивной эмболизации не так высока, и можно пытаться использовать более селективные методики медиана выживаемости приближаются уже к 2-м годам. Вот здесь она превышает 3 года до 30 месяцев и может превышать 3 года. Вот, собственно говоря, откуда взялись эти цифры. Очень полезный параметр, который был, в общем-то, придуман на прогностической шкала, и с ней мои коллеги-интервенционисты сейчас активно соглашаются, как модель правильного выбора правильного пациента. Потому что использование, опять же, простых параметров альбумина и билирубина, тот самый показатель Альби, как показатели сохранности функции печени, и два параметра размера опухоли и уровень альфа-фетопротеина, агрессивность опухолевого процесса позволяют достаточно просто классифицировать больных, благорубку благоприятного прогноза, где всё хорошо, размер опухоли меньше, альфа-фетопротеин ниже, и функции печени сохранны, и здесь медиана выживаемости как раз приближается к тем самым 28-30 месяцам. И противоположная история, когда более двух баллов, то есть просто чуть более агрессивный опухолевый процесс и одна просто опухоль более 7 сантиметров, плюс один из показателей чуть хуже, и мы имеем ожидаемую медиану выживаемости 4 месяца. Так стоит ли отдавать больных, у которых можно было бы попробовать эффективно провести системную терапию в руки наших коллег-интервенционистов, где совершенно не очевидна польза проводимого лечения. И вот здесь данные приведены такого разведочного исследования, которое, используя индивидуальные параметры больных, реальных пациентов, которые получали химиоэмболизацию или терапию ленвотинибом, были площадь... Валерий Владимирович, у нас с вами 4 минуты, мы блестяще входим в регламент. Нет, я на всякий случай просто. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Так вот, оказалось, что там, где пациенты получали системную терапию, функция печени не ухудшалась, а там, где пациенты получали химиоэмболизацию, происходило значительное ухудшение функции печени ОЛБИ. И, пожалуй, что интересно с точки зрения получения онкологических результатов. Вот так выглядели кривые выживаемости без прогрессирования. Различие более чем удивительное. В пользу ленвотиниба с медианой выживаемости без прогрессии 16 месяцев. И вот так различались кривые выживаемости, общие выживаемости для больных с локальным методом лечения и так системной терапией. Всего лишь эта система, это разведочный анализ. Но за ним, судя по всему, определенные перспективы. Итак, для больных с промежуточной стадией или без силы СИБИ очень важный момент. Функция печени, которую нам нужно сохранить максимально долго, удерживая ее в пределах терапевтического окна. Вот здесь очевидное совершенно преимущество терапии системной с потенциальным на всю группу 13,6 месяцев. А в этом исследовании медиана выживаемости больных, получавших ленвотиниб, составило полтора года практически. Очевидно совершенно, нам нужно уже смотреть и вот на эту категорию больных, а может быть и на эту категорию больных. Потому что медиана выживаемости для их категории на системной терапии может составить, превышать три года. А что даст иммунотерапию, это очевидно дальнейшие перспективы. И вот здесь я еще раз обращусь к результатам клинического исследования, в котором мы тоже принимали активное участие, включив 20 пациентов в это исследование. Атезолизумаб плюс бевоцезумаб при нерезиктальной гепсинлярной карциномии чуть менее месяца, более месяца назад было опубликовано. И вот та картина рекомендаций наших американских коллег НССМ-гайдлайн, который уже предполагает возможный вариант терапии атезолизумабом, сбевоцезумабом, уже в первой линии, очевидно совершенно, при учете тех факторов прогноза, о которых мы говорили вот в течение этой лекции, и с учетом перспектив существенного улучшения общей выживаемости с использованием комбинированного режима, никоим образом не отменяет всех основных принципов лечения. Итак, практические выводы. Системная терапия локализованного гепсулярного рака необходима при прогнозируемой низкой эффективности химиомболизации или при противопоказаниях. У нас есть, уже есть зарегистрированные варианты лечения, леновантинип и сорофит. У нас есть вторая линия лечения, где есть 4 лекарственных препарата, а будет скоро и 5. У нас есть перспективы внедрения иммунотерапии мультикиназными демидами в первой линии лечения. Но не менее важно, выбор варианта терапии всегда должен осуществляться с учетом результатов клинической исследований и наблюдения реальной клинической практики, то есть вашего опыта. И здесь правильный пациент получит правильное лечение только тогда, когда мы учитываем объективное состояние, функцию печени и перспективы ее, увы, ухудшения, распространенность болезней. Очень важный момент – понимание пациентам целей и задачи, поставленные перед ним и пациентом, и самой картиной. Обязательно сопроводительная терапия, коррекция осложнений опухолевого процесса, цирроза и противоопухолевого лечения. И, конечно, клинические исследования – это мой электронный адрес. Пожалуйста, у нас всегда есть исследования первой линии, а сейчас и второй линии. Есть исследования схемы эмболизации. Спасибо большое за внимание. Я закончу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.